Субтитры создавал DimaTorzok Ангелы, дорогие именинники! В древности первым месяцем года считался март. Евреи и кроме них многие другие народы справедливо считали, что мир в марте очень похож на то первозданное состояние природы, которое она законченная уже вышла из рук творца. Так, например, и по-итальянски «Весна» называется «Примавера» и по-французски «Ля принтемп». И у евреев первый месяц года, март, имел название Авив, что означает ячменный колосочек. Есть такое имя, соответствующее еврейскому марту Авив, и сегодня мы расскажем о человеке, который это имя носил. Это был священномученик Авив, епископ Некресский, один из 13 сирийских подвижников, которые принесли монашество в Грузию. Если вы помните, христианство в Грузию было принесено святой Ниной, родственницей святого Георгия, подвижницей, которую послала в эту страну сама Матерь Божия. А вот чтобы крестить людей, вернее, чтобы миропомазывать уже крещенных Ниной людей, чтобы храмы строить, общины создавать, литургию служить, нужно было священство. Это священство, духовенство, епископы, священники пришли из Сирии. Впоследствии из Сирии же пришли и монахи, числом 13 человек, которые поселили, насадили в Грузии как раз этот новый вид жительства, иночества. Святой Авив был сначала просто монахом, а потом принял рукоположение в сан епископа. Его духовные подвиги заключались в частности в том, что он боролся с зороастризмом, с идолопоклонством этим языческой религии, которая пришла из Персии. Персы захватили восточную Грузию, Кахетию так называемую, и там везде разоргли свои священные огни. И вот святой Авив с крестом в руках и с посохом епископа обходил селения и города, тушил зороастрийские костры и проповедовал людям Слово Божие. За это он и был схвачен одним из персидских сатрапов, которые после долгих истязаний и мучений, принесенных Хавиву, побили его камнями. Он скончался в одной из деревушек грузинских в Кахете, и потом его святые мощи были принесены в Ницхету и похоронены под спудом в древнем храме в Ницхетском. Там они находятся и по сегодняшний день. Зороастризм давно исчез, сошел с арены мировой истории, и сегодня про него мало кто слышал, только религиоведы знают о существовании этой религии. И так как декорации, меняющиеся в истории, многое появляется, многое исчезает. Исчезли с мировой арены жуткие гонители, диоклетианы, Сталины, различные языческие верования, и на фоне всего этого языческого мрака святые ярко сияют. Может быть, можно даже сказать, что весь этот мрак и все эти декорации только и служат для того, чтобы как можно ярче засияла святость тех или иных угодников Божиих. Кроме носящих имя Айвиф, мы сегодня поздравляем с Днем Ангела носители не менее редких, не менее красивых имен. Парамон, Филумена, Акакий и Нектарий сегодня являются также именинниками. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.